Попробуем поставить дракону крылья простейшим образом. Ну, произошла мутация, возникла третья пара конечностей, и дальше из нее по какой-то причине стали развиваться не лапы, а крылья. Ну, во-первых, это отдельный вопрос. С какого это перепуга средняя пара конечностей вдруг начинает превращаться не в хоккейльную лапу? Ведь вообще-то в программе у этого зверя что, в качестве конечностей крыло или лапа? Лапа конечностей. Хорошо, возникла дополнительная пара. С какого перепуга она стала вдруг превращаться в крылья? Ну, она не нужна была. А если она не нужна была, то что с ней произойдет? Редуцироваться. Она будет редуцироваться, а уж никак ни во что не превращаться. Так что отметим вот этот вопрос как отдельную проблему, с которой будем потом вводиться. Так? Ну, а пока посмотрим, как выглядит ваше предложение. Вот у нас тело зверя. Ясно, что это было нечто ящероподобное. Допустим, вот такое, да? И вот в этом месте стали за счет мутаций появляться конечность. Ну, во-первых, чтобы по-настоящему грамотно разбираться с такими вопросами, надо хотя бы чуть-чуть понимать, по каким законам формируются тела. Обратить внимание на такую вещь, она редко приходит в голову, к сожалению, непрофессионалов. С чего началась жизнь каждого из нас? С мутацией. Бах. А? Что материл? Святой Дух материл? Бактерия. Я имею в виду, вы начали свою личную жизнь с бактериями. Это вы хватили, а? С деления клеток. С деления каких клеток? Зиго. Зиго. Ага, магическое слово сказано. А зиго-то что такое? Абодорянная. А благотворенные яйцеклетки, чем благотворенные? С сперматозоиды. С сперматозоиды, отлично. Так вот яйцеклетка, это клетка вашего тела? Нет. Нет? А, сейчас теперь я говорю. Ну, нет. А чья эта клетка? Мамина. Мамина. С сперматозоид это клетка вашего тела? Маминого. Папиного. А когда они слились, образовалась клетка, генетическая информация о которой, тождественно маминой или не тождественной? Нет. Нет. Тождественно папиной или не? Нет. То есть возникло впервые в истории космоса, возник уникальный набор генетической информации, который дальше будет реализовываться и к чему приведет? Да. В строение вашего тела. К возникновению вас. То есть, на самом деле, история любого многоклеточного начинается с ебута. Но это одна клетка. Скажите, к моменту рождения человеческого детеныша, из скольких клеток состоит его тело? Не знаю. Ну, порядок. Миллиарды. Миллиарды. У взрослого человека счет идет на, пожалуй, чтобы не ошибиться в порядке, миллионы миллиардов клеток в теле. Да? Значит, ну, ясно, что у детеныша, у новорожденного слегка поменьше, но не на три же порядка поменьше. Хорошо. Значит, ну и что? Это просто такой клеточный пункт рождается. Такой клопок. Просто много-много клеток, а чего у него уже есть в момент рождения? Много-много. Только внутренний. Нет, у него нет. А глазков у него нет? Нет. А уши, рот? Нет. А ручки, ножки? Вы понимаете, что у него все есть? Да. Ага. И все это стоит из-за демоков клеток? Нет. Нет. У него уже есть закладка скелета, причем уже реализованная закладка. Клетки, которые строят скелеты одного типа. Кровь у него есть? Да. Ну, разумеется, кровеносная система действует. А клетки крови клеткам скелета, взрослые клетки крови, взрослые клетки скелета, ну, по своей работе, имели ли это какое-то отношение? Да нет, разумеется, там абсолютно разные процессы. Так? Хорошо, мышечная система у него есть? Да. Есть, пожалуйста, новый тип клетка, нервная система. Да. Новый тип клеток. Огромное количество разных тканей. Вопросы, откуда взялись? Ведь первоначально-то была одна единственная зимота. Она в ПДНК читается. О-о-о-о. Как строится организм? Скажерный вопрос. Как по-вашему? Клетка кости, остается нейрон, нервная клеточка, и клетка крови. Имеет одинаковую генетическую запись в ядре или разная? Разная. Разная. Разная, конечно. Ага. Ясно. Но этот вопрос к голосованию решать не будет. Проследим историю вопроса. А откуда вообще они получили генетическую запись? От родителей. От гостей, нейрон. От родителей. То есть нейрон выскочил из головы и побежал к маме, чтобы брать генетическую запись? Нет, нет. Это уже было в зиготе. В зиготе. Отлично. То есть нейрон получает информацию в конечном итоге, как блок информации из зигота. Да. Ну, через череду поколений делящихся клеток. Да. Хорошо. Мышечная клетка получает свою информацию? Тоже из зигота. Тоже из зигота. А клетка кости? А тоже. Тоже. Понятно, что вся информация. Так, которая необходима для построения и функционирования вашего тела, должна быть в зиготе. Ну, а дальше? Почему же у нас нейроны имеют одни особенности, а мышечная клетка другие? А стаоцит третья? По-разному они записаны. По-разному записаны. Так. Попробуй мы дело себе представить. Зигота, в ней есть некоторая программа. Зигота делится. Понятно, что каждый раз деление надо. Да. То есть 2, потом 4, потом 8 и так далее и так далее. Отлично. Ну и скажите, как интересно, на каком этапе и как должна меняться запись? Вы говорите, по-разному запись? Нет, она одинаковая. А ошибки? Разные. Жидки? Угу. Да. А ошибки на истребленные или случайный характер? Случайно. Случайно. Представьте себе, если бы статка была на ошибке, то есть коммутация зигота. Ага. Объясните, пожалуйста, почему у нас у всех по 2 руки и 2 ноги, 2 уха и 1 нос. Ну и у всех. Так, и у всех 1 нос. Вот он. Чертовски интересуюсь. Вы знакомите как-нибудь? Матентанта, у которого 2 носа, 4 носа. Или вообще нет носа. Мне как не удавалось видеть. Значит, ребят, понятно, что на мутацию здесь ссылка не работает. Скажите, а когда вы работаете на своем компьютере? Он читает одновременно все файлы, которые вообще содержатся в воздухе? Нет. А как он читает? Только те, которые дают. Последовательно. Последовательно. Вызываете некоторую часть, и он с ней работает. А в это время читаются или нет остальные части? Нет. Нет, ну на самом деле скрытым образом работают очень многие блоки. Это ясно. Так? Но вот на монитор у вас выведено, актуально для вас, только те окна, которые вы активизировали. Это ясно. Хорошо. Значит, принцип вот какой. Я его сейчас крайне упрощаю, до предела упрощаю. Так? Потому что на самом деле там все намного сложнее. Итак, зимот несет всю сумму наследственной информации. А дальше? А дальше каждый тип клеток архивирует часть файлов и активно работает только с той частью программы, с которой этот тип ткани должен работать. Конечно. Так? А остальные файлы просто заархивированы. Понятие архивации вам знакомо, наверное? Можно ли работать с заархивированными файловами? Нет. Нет, нельзя. Что для этого нам сделать? Разархивировать. Разархивировать. Так вот, что случается с человеком, любым другим существом, если в взрослом или юном состоянии неожиданно разархивируются не те файлы, которые нужны, а какой-нибудь ткани. Не дай бог произойдет разархивация вот этих файлов раннего эмбриогенеза. Ведь в раннем эмбриогенезе все клетки делятся. А во взрослом, в дефинитивном состоянии, большинство клеток не делятся никогда. Ну, так и что произойдет, если вот такая неожиданная разархивация произошла? Мутация, нет. Ясно, что это за счет, в некотором смысле, там сложнее, но можно сказать, в некотором смысле за счет мутации. Это какая-нибудь клетка, допустим, клетка соединительной ткани у вас где-нибудь в руке, да? Узнает, делится. Разархивировала вот эту группу файлов, а там записана программа деления. На ее месте сколько клеток окажется? Две. Две. У них файлы деления разархивированы? Да, значит, а это через короткое время сколько там клеток? Две. Две. Четыре, восемь, шестнадцать, тридцать две. Что в этом месте возникает? Опухоль. Опухоль. Вот это и есть причина возникновения опухоли. Так, несвоевременная разархивация, активация генетических пул, которые относятся к раннему эмбриональному этапу. Ну, еще раз, ребят, подчеркиваю, реально картинка намного-намного сложнее. Это вот про самую основу. Зачем это нам надо? Надо это нам за тем, что процесс сложения вот такого сложного организма высочайшим образом непорядочен. Да? И первый вопрос, который здесь возникает. А откуда вот эти клетки-потомки знают, какие файлы архивировать, какие архивировать? Ну, они что, есть наличие, что ли? Нет, это последовательность. Может быть, последовательность как-то налажена? Последовательность. Вы знаете, есть и такие пути развития, когда на определенном делении, ну, просто отсчет, количество делений, да, активируются определенные участки генома. Есть и такой механизм. Но дело в том, что так не создашь распределение тканей по-очень сложному, а наше тело реально очень сложное. Допустим, тело позвоночное, да, не выйдет, не выйдет распихать. А вы эмбриогенез в школе вообще никак не смотрели? Смотрели. Немножечко. Такие слова Гастрова, Гласова, вам что-то говорят или нет? Нет. Ничего не говорят. Общие законы эмбриогенеза в наши задачки не входят. Ну, просто иначе мы драконов так с вами никогда не доживем. Если по дороге, будем скатывать все гребки, которые на пути. Для интересующихся, угодная на два десятка страничек, три десятка схем по эмбриогенезу, есть в том пособии, которое я для вас распечатываю. В нашу сетку занятий подробный разбор о эмбриогенезе никак не влезаем. Естественно? Да. Договорились? Да. Отлично. Так что, давайте договоримся о том, что случайным образом вмешиваться в эмбриогенез занятие в общем-то себе дорого. Скорее всего, что-нибудь там напортите, а в результате родится кто-нибудь осмысленный или нет? Нет. В реальности это один из магистральных путей эволюции. Происхождение новых форм живых существ. Когда меняется не тот признак, который будет у взрослого существа, а меняется вот эта система признаков, в которой закладывается план будущего строения. Пускай не всего тела, пускай его фрагмента, часть, кусочек, процесса. То есть, на самом деле, очень существенная часть важного для эволюции мутагенеза касается как раз эмбрионального этапа. Именно за счет этого, за счет мутации на этом этапе, возникают новые крупные группы живых существ. Потому что надо менять закладку самого плана строения. Вот теперь можно вернуться к вашим предложениям с третьим поясом конечностей. Вы собираетесь вот сюда ставить три куба. Три куба. Смотрим. Для этого давайте подумаем, как будет выглядеть поперечный разрез. Делаем. Во-первых, со спинной стороны тела, под центральной линией, что будет проходить? Вот так, что у меня будет здесь разрез? Позвоночник. Позвоночник, согласен. Тело позвонка, нейральная дуга, под ее защитой идет спинной мозг, спинной остистый отросток, к этому крепится спинная мускулатура. Самая сильная мускулатура у любого позвоночного. Так. После этого вторичные ребра. Вот они. Вот они. А вот здесь что? Мышцы. Мускулатура. Эти ребра нам двигать надо? Да. Будут ли ребра сами двигаться, если нет мышцы? Нет. Ну, исключено совершенно. Это вот ребра, здесь мускулатура стенки тела. Отлично. Вот здесь что? Внутренний орган. Желудок, печень, поджелудочная, кишечник. Головые органы, здесь же почка. Но мы стоим вот сюда. Смотрим. Отлично. Какая схема предложена? Давайте представим себе рентгеновский снимок вот этого участка спины. Ну, я поду галентгеновский аппарат, отсюда делаю снимочек. Ага. Итак, вот здесь нормальные ребра есть? Да. Есть. Вот здесь нормальные ребра есть? Да. Есть. А вот сюда вы собираетесь конечность купить? Да. Ага. Отлично. В принципе, это не важный вопрос. А сколько сегментов несущих ребра вы собираетесь снять? Один. Две. Классно. Снимаем один. Допускаем, что произошла мутация развития. Конечности в эмбриогенезе отзываются из закладки, которые называются паучки конечностей. И вот в этом месте возникли дополучки конечностей. Ура. Вспоминаем архитект конечности. Мы будем считать, что это дополнительная рука, то есть дополнительная берега конечностей. Как вот это дело называется? Плечо. 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 Предплечо. Предплечо. Вот это есть. Плечо. Скажи, пожалуйста, он куда-то двигаться может? Нет. Вообще-то желательно, чтобы конечность могла двигаться. Иначе она просто бессмысленно. Если, причем, даже если вы освободили два или три сектора вот эти, у вас все равно возможно или нет здесь даже? Никак не возможно. А хуже всего будет, если вы пытаетесь развести или свести конечностей. Ясно, что вперед-назад не отменяешь. А если вы разбойте или сводите, вы либо сминаете легкие, либо растягиваете легкие, совершенно нарушая режим общей вентиляции. Значит, если так не пройдет, причина понятна, а самое-то главное, для того, чтобы двигать конечности надо. Мышцы нужны? Да. Ура. А куда их крепить будете? Ведь все площадки крепления в этих местах уже заняты какой мускулатурой? Спиной. Межреберной. Межреберной и спиной. Ну и куда же вы будете крепить мышцы конечностей? Там нет площадок. Пройдет игра или не пройдет? А почему нельзя пояс как-то сделать? Пояс делаю. Я не жадный. Делаем пояс. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили, что конечность любая состоит по принципиальною из двух боков. И лопатка, и ключица, у не менее важная часть конечностей, чем кисть или предплечье. Без них рука бессмысленна. Она, во-первых, не прикреплена, а во-вторых, она двигается не будет. Хорошо. Допустим, активирована полная почка конечностей. А здесь программа не только свободной конечности, но в конечном итоге индуцируется развитие полюса. Хорошо. Ставим за пол. Вот они выросли. Неожиданно дополнительные лопатки. Вот он, плечевой сустав. Ура! А сейчас начнется вообще страна чудес. Дело в том, что у всех позвоночных скелет можно поделить условно на два главных блок. Первый блок будет называться осевой скелет. Это та часть скелета, которая идет по длинной центральной оси тела. Ну, скажите, у нас с вами, да и у всех позвоночных, что будет относиться к осевому скелету? Позвоночник. Позвоночник. Важнейшая часть. Еще. Ребра. Ребра, да, ребра, поскольку они соединены с темой позвоночника, да, являются производными как раздвинутая оси. Да? Они не пределаны к телу. Можно считать в варианте млекопитающего грудную клетку, конечно, производными осевого скелета. Ну, а еще по длинной оси тела, что у нас? Череп. Череп. Череп, разумеется, череп. Значит, это вот у нас заготовочка осевого скелета. Хорошо. Осевый скелет есть абсолютно у всех кордовых. Даже не только позвоночник, а у всего типа кордовых. Просто у двух более примитивных подтипов, у ланцетников и у личинговых кордовых, позвоночник не развивается. А что выполняет рульберинная оси? А как называется наш тип? Заводящий кордовый. Ага. Тип? Кордовый. 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 Ага. А откуда у нас, вот, в... А, все-таки. В эмбриогенезе откуда у нас позвоночник-то берется? Первоначально формируется как раз вот эта осевая структура, общая для всего типа. И она будет определять практически всю компонентку остальных четырех тел. В частности, как раз вокруг корды будет формироваться позвоночник. Отлично. Так что глинная ось есть у всех. У низших кордовых это сама корда, у позвоночных вокруг корды развивается позвоночник. Затем череп в передней части. Ну и дальше ребра, или первичные, или вторичные уже, или вторичные. Отлично. Теперь второй блок скелета. Скелет конечностей. В эволюции позвоночных возникли две пары конечностей. Архетипы мы в прошлый раз смотрели. А вот парные конечности уже не у всех кордовых. Так что скажите, какая система старше? Осевой скелет или скелет конечностей? Осевой скелет. Осевой старше. Отлично. На определенном этапе эволюции возникают конечности. Скажите, пожалуйста, могут ли мышцы, приводящие в действие конечности, крепиться к севому скелету? Нет. Нет. А почему? Потому что будет деформировано. Осевой скелет старше. Он был до формирования конечностей. Может быть, тогда мышцы закрепили какие движения старше? Они в одном деле. Представьте, что у этого зверя нет конечностей. Ага. Скажите, пожалуйста, хоть один участок поверхности кости свободен от контакта с мускулатурой? Нет. Нет. А откуда вы хочешь прикрепление возьмете? Площадки прикрепления вы откуда возьмете? Что площадки прикрепления? Значит, для того, чтобы высокоэффективную конечность завести, необходимо, чтобы были в своей площадке прикрепления мышц. Так? На самом деле, при развитии и изменении формы деталей этого скелета, затем конечное прикрепление, конечно, возникает. Будут там подвески, будут связи. Но основная мускулатура, приводящая конечность действия, ну вот этот, самый проксимальный отдел, плечо и бедро, конечно, крепится на пояс. Без пояс никуда. Славно. Теперь смотрим. А как же устроены пояса? А пояса устроены вот так. Особенно низ из-за зверь вышел на сушу. Он опирается на лапы. Так? Ну и что будет, если скелетные элементы пояса ненадежно связаны друг с другом? Просто плохо пришиты друг к другу. Руки вылезли. А я опёрст на эту руку, да? А у меня плечо, ну, куда уехало. Почему? А не удержалось лопаткой плечи. Значит, ясно, что это надо пришить надежно. Поэтому, как будет выглядеть пояс конечностей при этом взгляде спереди? А это кольцо. Это скелетное кольцо, причём замкнутое кольцо. Вот позвоночник. Вот полустила. Вон там как ребра идут. Вот так. А теперь. Вот, допустим, плечевое со стороны. В сторону спины две пластины. Это какие пластины? Как они называются будут? Кольчины. Кольчицые. В сторону позвоночника у вас ключицы? Я вас поздравляю. От плечевого сустава в сторону позвоночника. Так, народ, просыпайтесь. Я вас, смотри, загитнотизировал совершенно, да? Значит, итак, плечевой сустав, где у вас, понимаете? Где у вас позвоночник, понимаете? Но спереди или сзади? Сзади. Сзади. От плечевого сустава к позвоночнику? Лопатки. Лопатки. Лопатки, ура! Значит, две лопатки. Причём, лопатки у позвоночника прирастают к осевому скелету или просто подвешены подвижно на слезду? Подвижно. А как это доказать? На слезду подвижно. Ага, ключевое подвижно. Да. Если бы вот эта площадка полностью прирастала, могли бы вот двинуть ключевое? Нет, оно было бы неподвижно зафиксировано. Так, то есть лопатка пришита. Не приклеена, а пришита. Причём, смещение здесь возрублено. Отлично. А дальше? Ну, если мы просто вот так вот взяли и приделали сюда лопатку. Вот это надёжное будет крепление или нет? Нет. Да нет. Здесь же подвижная система, да? Ну и будет она вот так болтаться, а сильнее нажал, так было. Как сделать систему более надёжным? Внизу подвижно. Да, замкнуть связь вот здесь, вот так. Как называются скелетные элементы, идущие с стороны живота? Замыкающая связь с стороны живота. От плеча у вас здесь плеча нет. Да, ключи. Ключи. Вот они. Вот. Но на самом деле у кузвонков складывается не одна пара вот этих брюшных элементов, а две. Идут они параллельно друг к другу. Так. Значит, поэтому вторая пара будет лежать там в глубинной доске. Вторая пара называется вороной в кости, караполька. Так что здесь, по идее, должна идти вот так вот. Две параллельно. В результате мы получили, как вы видите, скелетное кольцо. Которое надето на осевой скелет. Понятно? Да. Можно ли это кольцо размыкать? Нет. При размыкании кольца мы сразу чем рискуем? Потеряющий кольцо. Тем, что вот этот состав начинает клецать. Нет. Хорошо. Как из себя, что из себя представляет таз? Ровно такое же кольцо. Что проходит через вот это пространство? Называется у нас с вами пространство малого таза. Вот. В этот проход, вот здесь, провели таз. Что проходит? Толстая кишка. Толстая кишка. Ну да, последняя ее век, седьмая века, действительно как раз. Ну а дальше прямая кишка, выход из кишечника. На улицу выходить надо? Надо. Обратить внимание, вот у нас органы брюшной полости, а вот здесь система выхода. Значит, вот здесь на дороге таз. Вот он, таз. Так? Если мы хотим что-то вывести на улицу, должна ли система пройти сквозь таз? Нет. Отлично. Согласен, выход из пищеварительной проходит сквозь таз. Еще. Ребят, выход из трех систем проходит сквозь таз. Половая система. Половая система. Половые железы вот здесь. Да? Соответственно, выход сквозь таз на улицу. Еще. Выделительная система. Выделительная система. Почки вот здесь. Накопитель ночи, ночевой гузы вот здесь. Выход сквозь таз. Итак, сквозь вот это кольцо на улицу выходят три системы. Это у всех позвоночник. Хорошо. Понятно, что это тоже должно быть кольцом. Так же, как и передний пояс. Причем таз, в отличие от переднего пояса, почти у всех позвоночных просто прирастает. Вот здесь уже неподвижная подвеска. Здесь окостеневающее прирастание. Так, попробуйте в неподвижном позвоночнике подвигать к тазобедренному суставу. Нельзя. Нельзя. Прирос. Как называется вот этот участок позвоночника, который сросся с тазом? У него есть свое название. Копочка. Не. Копочка – это вот этот участок позвоночника, который у нас просто съежился вот до такого размера. Бедро. Бедро – это больше. Вот у нас участок. Крестцов. Крестец. Вот это и есть крестец. Откуда берется такое название? Это вот оттуда. Откуда. Крестцов. Крестцов. До предела упрощенная рентгенограна человека, вид запись спины, позвоночник, ребра, плечные рисунки. Вы помните, что передний пояс не перерастает к позвоночнику, он подвешен. Так? А таз перерастает или не перерастает? Сейчас перерастает. Перерастает отлично. Вот идет позвоночник, а вот идет точка перерастания таза. Ну, дальше он там у нас расширяется, подвздошный. Вот так граждане думается. Какая фигура? Крест. Крест. Понятно, что это крест? Да. Отсюда название вот этого участка позвоночника, сросшегося с тазовыми костями. Крестцового участка. Слово. Да. А теперь поняли, какое чудо-юдо вы собираетесь ставить в середине реперной системы? Так? У нашего будущего дракона вы собираетесь ставить замкнутое костяное кольцо? Нельзя. Ага, отлично. Замкнутое костяное кольцо может применять свой диаметр? Нет. Нет. Все что угодно, а диаметром не может. В появится, да, замкнутое костяное кольцо. Вот здесь что проходит? Лёгкие. Нет, нет, нет. Мы же вот сюда вот ставим. Да. Лёгкие? Лёгкие. Ага. Ну а теперь вспоминаем модель гармошки и представляем себе, что будет с лёгкими у этого зверя. А почему нельзя сделать это костяное кольцо шире, чтобы когда лёгкие разбиваются, то как бы оно не мешало? Это опасно. Да. Классно. Давайте смотрим. Сейчас. Итак, вид спереди, вот этот вот объём полости тела здесь лёгкий, а пояс мы делаем вот таким широким. Замыкаем костюм вот так, широким. Вот ключевые составляют. Вопрос. Вот этот сектор на любвище. Чем запомнили? Можно? Нет, ничего. Ничем. Ничем. Стоп. Ничем? Это как, вакуум там? Нет, там просто, ну нет органов, ну как. У вас жидкость такое не работает? Ну, следствие. Жидкость. Отлично. Жидкость растяжима или нерастяжима? Нерастяжима. 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 Сжимаема или не сжимаема? Нет. Несжимаема. Значит, смотрите, что вы получили. Вы собираетесь менять объём вот этого сектора, но для того, чтобы вентиляция легких шла. Да? При этом у вас остался жёсткий запаянный неизменного диаметра кольцевой сектор внутри. Да? Да. Ага. Что будет жидкостью, которая находится вот в этом секторе? Ага. Как это повлияет на вентиляционное движение легких? Ну, дадим, она поздравлением. Тогда... А если сам не жидкость? Ну, нет. Ну, если мысль между ними, то как она будет, когда она сжимается? А если... Если у стопа страдает ткань, то они не дадут растягиваться легких. Да. А почему там обязательно должно быть... Что? Там же может быть просто... Ну... Так, тогда... Просто что? Ну... Очень важный момент. Вы сейчас начинаете понимать, что в любом теле не может быть просто пустого места. Это вам не геометрическая абстракция живого тела. Любой участок живого тела обязательно должен иметь, ведь как будет заполнен. Не клеточное, ради бога, межклеточное вещество. Причём, может и межклеточное вещество быть безобразным. Помните, что мы говорили по поводу контакт с лунгом? Знаю что. Значит, там, насчет такого анда, значит, такого, да. Жидкость. Привет. А жидкость не сжимаемая на растяжение. Я придумываю так просто. Да. Смотрите, это же кольцо, оно не длинное как бы, если вот здесь сбоку разрезть, то это вот такое маленькое кольцо. Это небольшой кольцо. Да. И потом, когда растягиваются лёгкие, эта жидкость может уходить в другие стороны, а потом возвращается. Отличное решение. Вы дошли до идеи плевральной полости. На самом деле, реально, лёгкие находятся в пакетах из соединительной ткани. Ну, представим себе вот этот нежнейший орган, да, вы его взяли в поликленовый пакет засунули. А он достаточно прочный. И вот эти вот два пакета слюки лежат в полости тела. При этом внутренние стенки полости имеют точно такую же плевральную отвлеку. А между ними находится прослойка жидкости. Да. Отлично. Хорошо. Вы получили относительно непротиворечивую систему, позволяющую ставить третий поиск. Я вас поздравляю. Задачка на самом деле трудная. Отлично.